Доброго времени суток YouTube! Подписчики и гости моего канала. Сегодня видео о форелевых приманках. Снимаю его по просьбе одного человека, который обратился ко мне, чтобы я рассказал о своих приманках, которые я применяю на платнике. Ну, начну с ваблеров. Скажу только, ваблера все реже и реже пользую. Но, тем не менее, иногда бывает. Вот, например, ваблерок Сугарминову. Своей игры как таковой практически нет. Одинарнички. Вот. Иногда стреляет. Иногда. Вот именно в таком цвете, ну, по-моему, два с лишним у меня на него была поимка форели. Естественно, Риджи в мелком виде. Убийца не только окуней и головля, но очень хорошо по форели. Единственное, что, как бы, цвет, цвет. Есть такой, я не помню, как бы, его номера этого цвета, но он белый. Такой белый перламутр. Вот он работает очень хорошо. Риджи. Ну, есть еще масса у меня, скажем так, авторских ваблеров. Вот. Но человек этот живет не в Украине, который их делал, поэтому я о них рассказывать не буду. Значит, что имеем дальше? Вот такая коробочка у меня еще есть. Значит, эта коробочка тоже часто со мной на рыбалке, но, в принципе, как бы, достаю я их все реже и реже. Хотя бывает случай, что ваблера облавливает, ну, колебло очень серьезно. Значит, начнем, наверное, с вот этого ваблерка. Ваблерок называется Kuki от Skagit D. Есть такая фирмочка японская. Вот я не знаю. Увеличит? Нет. Как тут со светом быть? Не знаю. На заднице у него написано. Ну, ладно, дело не в этом. Значит, у него единственная была пошире лопата, я ее обточил, потому что вибрация от него идет такая, что, ну, как бы, через полчаса ловли начинает рука болеть. То есть, чуть-чуть уменьшил вибрацию, именно в такой форель отзывается. Именно форелевая расцветка, по этому ваблеру она отзывает. Я не знаю, сколько час он встал, после того, как я ему лопату обточил. Но вот, на мой взгляд, лучше. Форель долбит его регулярно. Значит, он у меня не один. Есть у меня еще в такой расцветке. Вот. Это, ну, скажем так, я сам его покрасил в такой цвет. Вот. Вот. Тоже уменьшена лопата, потому что вибрация очень сильная. Он, видать, предназначен для очень серьезной теки. Поэтому, ну, теку держит он хорошо. Я его пробовал и на малых реках по головлю. Вот. И в такой, я бы сказал так, цвет коньячный. Коньячный цвет. Ну, тоже, именно этот цвет, я именно на головля. Вот. И вот еще один ваблерочек от этой же фирмы. Нац называется. Тоже вибрация сумасшедшая. Вот он у меня в двух расцветках. Форель отзывается. Но, говорю, ставлю очень редко, потому что, ну, практически все. Практически все. Сейчас ловлю с этого самого, с колебалочек. Вот. Но, тем не менее, эти ваблерки всегда со мной. Так. Ну, винецкий головастик. Скажем так. Берет. Берет и на него форелька. Притом, очень каприз. Ну, форель сама по себе капризна к расцветке. И предугадать, что, что ей хочется, или что ей захочется, через полчаса тяжело, практически невозможно. Но, на него ловится. Вот. Вот этот воблер. Это Мегабас Х-55. Просто я его перекрасил. Вот. Такого цвета он стал. На нем уже не видно, что это Мегабас. И так далее. Но, тем не менее, по-моему, это Х-55. Или, смол, я уже не... Ну, по-моему, это он. Вот. Потому что он перекрашенный. Вот. Не знаю. На него поклевок очень много. Притом, тогда, когда она молчит. Ну, не знаю. То ли из-за тройников. То ли ни за чего. Засекаемость. Ну, в общем, сходов много. То ли она его в тело тычет. Ну, как-то нестандартно. По идее, форель, она всегда атакует сзади. То есть, ну, бывает, конечно, удар сбоку и уход, да. Но она, как бы, заходит и атакует сзади. По идее, не должно быть. Не знаю, почему. Но поклевок на него всегда много. Вот. Ну, это мой авторский, как бы, ваблерочек. Это ладно. Вот. Следующие ваблерки. Это всевозможные, я бы так назвал, клоны Чабика, только маленькие. То есть, такие есть, там, Бэби Крэнк называется от Риэр Тусиа. Вот. Вот они там еще у кого-то в Бальзера есть. Вот такие ваблерочки. На них тоже отзывается форель. Вот. Но, опять же, поскольку эта красавица очень привередлива к цвету, и неизвестно, что ей захочется через полчаса, поэтому, как бы, ну, носить с собой кучу, нет никакого желания и возможностей. Теперь перейдем, скажем так, ваблерам, я бы так сказал, по форели. Не знаю, почему. Номер один. Сейчас я вот достану все. Это вот ваблерки одной и той же фирмы, только в разных, ну, как бы, на мой взгляд, и на взгляд форели. Это форелевые раскраски, которые у меня молотят всегда. Значит, это Миджик от Скатрайп Про. Вот это вот я сам перекрашивал. Флюоресцентная расцветка. Притом, не надо даже твичить. Просто тупая равномерная проводка, и Мидж ловит. Значит, вот это тоже расцветочка. Это был чистый окунёк. Я вот брюшко перекрасил красный цвет тоже. Вот здесь ярко-оранжевый. Это флюоресцентная краска. И золотые и серебряные точки тоже ловит. И вот эти два цвета, вот, тоже мои, как бы, перекрашенные. Ну, как бы, когда не знаешь, что ей нужно. Вот такое. Потому что бывает ей нужно там с чёрным, бывает, ну, очень сложно предугадать. И вот такой цвет. Это тоже вот беленький, это цветонакопитель. Вот, вот эти вот цвета. Всё остальное, это, ну, как бы, стараюсь, флюоресцентная. Это был розовый такой Миджик. И я сверху по нему сделал вот такую вот раскрасочку. Вот, на мой взгляд, Миджи и вот этот Мегабас. Мегабас, он поглубже ныряет. И, не знаю, на него при проводке, при обычной монотонной, очень много поклёвок. И Мидж, Мидж Форева, я бы так сказал, среди воблеров. Вот, невзирая на его, как бы, смешную цену, особенно, когда, ну, сейчас тяжело мне сказать, сколько он, я всё это покупал очень давно. И было их больше, некоторые ушли. Вот, при том, что манить пусенькие крючочки, но даже хорошую рыбу очень даже неплохо держит. Вот, ну, считаю, что, как бы, по воблерам всё. Продолжение следует...